Друзья, настало время разобрать пятый билет ПДД. Если вы еще не видели обзоры предыдущих билетов, то ссылка на плейлист с ними в описании под этим видео. Ну а мы переходим к первому вопросу. Сколько проезжих частей имеет данная дорога? Здесь главное не путать двойную сплошную линию разметки с разделительной полосой. Если мы видим широкую разделительную полосу в виде газона или разметки, тогда будет две проезжие части или даже больше. В данном случае посреди дороги расположена всего лишь двойная сплошная линия разметки. Напоминаю, что пересекать ее нельзя. Она как раз и нужна для того, чтобы запретить выезд на полосы встречного движения, поскольку такие маневры на данном участке дороги не являются безопасными. Но такая разметка не является разделительной полосой, поэтому перед нами одна проезжая часть. При наличии какого знака водитель должен уступить дорогу, если встречный разъезд затруднен? Первые два знака являются предупреждающими. Знак А предупреждает о крутом спуске, знак Б наоборот о крутом подъеме. Если вспомнить, что преимущество всегда имеет автомобиль, который движется на подъем, то получится, что уступить дорогу мы должны при наличии знака А. Ведь мы будем спускаться, а встречные автомобили, соответственно, подниматься, поэтому они будут иметь преимущество в движении. Следующие два знака – это знаки приоритета. Знак В означает преимущество встречного движения, а знак Г – преимущество перед встречным движением. Короткая красная стрелка на знаках показывает транспортный поток, который обязан уступить дорогу. То есть уступить дорогу нас обязывает знак В. Обобщаем вышесказанное. И получается, что уступить дорогу, если встречный разъезд затруднен, нужно будет при наличии знаков А и В. Разрешена ли вам стоянка в указанном месте? Мы видим знак «Остановка запрещена», который также запрещает стоянку транспортных средств. Но действует данный знак либо до ближайшего перекрестка, либо до конца населенного пункта. Поскольку указанное место расположено за знаком конец населенного пункта, то нам разрешена как остановка, так и стоянка. Столь короткие по протяженности зоны действия запрещающих знаков, как правило, связанные с местами прокладки коммуникаций. Например, между знаком «Остановка запрещена» и знаком «Конец населенного пункта» может проходить газопровод. Обратите внимание на желтый знак с правой стороны дороги. Он установлен здесь как раз по этой причине. Нарушивали водитель грузового автомобиля правила стоянки. Перед нами знак парковки с табличкой, указывающей способ постановки транспортного средства. Согласно ему, водитель грузовика поставил транспортное средство на стоянку именно таким способом. Вот только данная табличка разрешает постановку на стоянку легковых автомобилей и мотоциклов. Так что водитель грузового автомобиля в любом случае нарушил правила стоянки. На него указанные парковочные места не распространяются. Судите сами, паркуясь перпендикулярно проезжей части, грузовик закрывает обзор тем, кто припаркуется за ним. Габариты машины большие, поэтому из-за нее другим водителям ничего не видно. В связи с этим таблички, разрешающие парковку перпендикулярно проезжей части, распространяются только на легковые автомобили и мотоциклы. О чем предупреждает вас вертикальная разметка, нанесенная на ограждение дороги? Вертикальные полосы черного и белого цвета в движении мелькают перед глазами, привлекая внимание. Поэтому неудивительно, что они наносятся на ограждения на опасных участках дорог. Как правило, это делается в начале ограждения на прямых участках, на закруглениях дорог радиуса менее 50 метров, на крутых спусках, а также по всей длине на транспортных развязках в разных уровнях. Соответственно, такая вертикальная разметка предупреждает о движении по опасному участку дороги. Разрешается ли водителю продолжить движение после переключения зеленого сигнала светофора на желтый, если возможно остановиться перед перекрестком, только применив экстренное торможение? Конечно, разрешается. Иначе экстренное торможение создаст больше проблем, чем проезд на желтый сигнал светофора. Если вы будете экстренно тормозить перед светофорами, однажды кто-то стукнет вас в задницу. Ну, если не вас, то автомобиль точно. Поднятая вверх рука водителя мотоцикла является сигналом, информирующим вас о его намерении. Поднятая вверх рука – это всегда сигнал о торможении. В данном случае для того, чтобы уступить дорогу легковому автомобилю, который приближается справа, а потому имеет преимущество в движении. В каких направлениях вам можно продолжить движение по левой полосе на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн? Табличка под знаком говорит о том, что он распространяет свое действие на грузовые автомобили свыше 3,5 тонн. Поскольку в условиях вопроса у нас масса меньше, то про знак можно забыть. Значит, нам можно двигаться во всех разрешенных направлениях. На данной полосе разрешено движение прямо, налево и в обратном направлении. Двигаться направо мы не можем, поскольку для этого нужно было заранее занять крайнее правое положение, то есть соседнюю полосу. Вам необходимо повернуть на примыкающую справа дорогу. Ваши действия. Сначала перестраиваемся, а затем снижаем скорость. По-простому это называется полоса торможения. При движении за городом часто можно встретить полосы разгона и полосы торможения. Они позволяют изменять скорость на поворотах, не мешая другим участникам движения. Не забывайте, что скоростной режим за городом выше, чем в городской черте. Так что выполняя торможения на обычной полосе, можно создать аварийную ситуацию, поскольку другие автомобили движутся быстро и могут не успеть среагировать. В связи с этим сначала перестраиваемся на полосу торможения и только потом начинаем тормозить. С какой максимальной скоростью вы имеете право продолжить движение вне населенных пунктов на легковом автомобиле с прицепом? Пойдем по порядку. Знак «Конец ограничения максимальной скорости» говорит о том, что дальше мы можем двигаться с максимальной скоростью. Для дорог вне населенных пунктов, кроме автомагистралей, это 90 км в час. Но на нас будет действовать ограничение, связанное с видом транспортного средства. Запомните, движение с прицепом – это всегда минус 20 км в час от разрешенной скорости. Связано это с тем, что прицеп при торможении может занести или вообще сложить в ножницы. Поэтому скорость при движении с прицепом заведомо занижается. Итак, вычитаем из 90-20, получаем максимально разрешенную скорость 70 км в час. Разрешен ли вам обгон? Здесь нет ни запрещающих знаков, ни разметки, запрещающей обгон. Поэтому в данной ситуации обгон разрешен. Единственный вопрос – нужно ли успеть завершить обгон до перекрестка? На этот случай установлен предупреждающий знак «Пересечение со второстепенной дорогой». То есть дорога, по которой мы будем двигаться, главная. А теперь вспоминаем правило. Обгон разрешен на пересечении неравнозначных дорог при движении по главной дороге. Согласно знаку, это как раз наша ситуация. Так что обгон разрешен в любом случае, даже если мы не успеем завершить его до перекрестка. Изначально правила разрешают парковку параллельно краю проезжей части. Парковаться перпендикулярно можно только при наличии знака с соответствующей табличкой или при наличии соответствующих линий разметки. На картинке нет ни того, ни другого. Значит правило нарушил водитель автомобиля А, поскольку в данной ситуации он должен был припарковаться параллельно краю проезжей части. Вы намерены развернуться. Ваши действия. Регулировщик разрешает движение и нам, и легковому автомобилю. Сейчас для легкового автомобиля мы являемся помехой справа, но при развороте уже наоборот. Он окажется для нас помехой справа, и мы должны будем уступить дорогу. Поэтому смело выезжаем на перекресток, чтобы выполнить разворот, но при развороте уступаем дорогу легковому автомобилю. Кому вы должны уступить дорогу при движении в прямом направлении? Перекресток нерегулируемый, равнозначный. Основное правило здесь уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа. По этой причине легковой автомобиль должен уступить нам дорогу. Но при этом не забываем, что в равных условиях трамвай имеет преимущество перед безрельсовыми транспортными средствами. Значит у нас две причины, чтобы уступить дорогу трамваю. Во-первых, потому что он приближается справа, а во-вторых, потому что он и так имеет преимущество над безрельсовым транспортом. В итоге сначала проедет перекресток трамвай, затем мы, и уже потом движение продолжит легковой автомобиль. Как вам следует поступить при повороте налево? Перед нами знак «Главная дорога» с табличкой «Направление главной дороги». Согласно ему, у нас преимущество, поскольку мы движемся по главной дороге, а другие автомобили по второстепенной. Проблесковый маячок оранжевого или желтого цвета на грузовом автомобиле пускай вас не смущает. Он не дает преимущества в движении, а лишь говорит о том, что автомобиль перевозит особый груз или выполняет определенный вид работ. Так что при повороте налево мы имеем право проехать перекресток первыми. Затем проедет легковой автомобиль, а последним будет грузовик с проблесковым маячком, поскольку для него легковой автомобиль является помехой справа. Разрешено ли вам проехать железнодорожный переезд? Тут можно вспомнить поговорку, которая актуальна и в отношении регулировщиков, и в отношении дежурных по переезду. «Грудь-спина, всегда стена». То есть, если они обращены к нам грудью или спиной, то движение запрещено. Причем движение запрещено в любом случае, независимо от положения шлагбаума и сигнала светофора. В каких случаях разрешено применять звуковые сигналы в населенных пунктах? Здесь все просто. В населенных пунктах сигнал подается только для предотвращения дорожно-транспортного происшествия. Если в городе все будут сигналить по любому поводу, то это будет сильно мешать местным жителям. Отсюда еще один нюанс. Даже для предотвращения ДТП сигнал не должен быть излишне продолжительным. При каком максимальном значении суммарного люфта в рулевом управлении запускается эксплуатация легкового автомобиля? Чем больше габариты и масса автомобиля, тем больше допустимое значение суммарного люфта. По этой причине для легковых автомобилей это 10 градусов, для автобусов 20, а для грузовиков 25, поскольку они самые массивные и могут формировать целые автопоезда. То есть для легкового автомобиля правильный ответ 10 градусов. Как следует поступить водителю при высадке из автомобиля, стоящего у тротуара или на обочине? Чтобы посадка и высадка была безопасной, нужно двигаться навстречу потоку. Тогда будет возможность видеть транспортные средства, движущиеся в попутном направлении. Значит, при посадке нужно обходить автомобиль спереди, а при высадке наоборот, безопаснее обойти автомобиль сзади. При движении в условиях тумана расстояние до предметов представляется. Туман – штука обманчивая. Возникает оптический эффект, из-за которого кажется, что автомобиль еще далеко, а на самом деле он гораздо ближе, чем нам кажется. То есть в тумане расстояние до предметов представляется большим, чем в действительности. Итак, мы с вами успешно разобрали пятый билет ПДД. Напоминаю, что обзоры предыдущих билетов собраны в плейлисте, ссылка на который находится под этим видео. Если вам нравится такой формат занятий, то вы можете выразить благодарность, поставив лайк этому видео. Также советую подписаться на канал, если вы еще этого не сделали, и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Ну а на сегодня все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok